Приветствую зрителей канала Заметки нумизмата. Мы начали с вами говорить о нумизматических терминах и сегодня давайте поговорим о различных вариантах поддельных монет, а может быть и не поддельных монет. Попробуем разобраться в терминах. В первую очередь, конечно же, кроме монет есть их подделки или фуфелак, как иногда говорят, жаргон на нумизматы. Есть просто сувениры, похожие на монеты, а также новоделы, рестраки и все это совершенно разные вещи. Вот я представил вам небольшую такую подборочку, показывающую разные варианты денежных предметов. В первую очередь, конечно, обращу ваше внимание на характерные, можно сказать, сувенирные монеты, которые можно купить в крупных городах возле торговых центров, на автобусах, в железнодорожных танцах, вокзалах, которые предлагают различные торговцы, утверждая, что эти монеты найдены буквально только что при слове дома или при копании канавы. Обычно эти монеты грязные, хотя, конечно, изначально в руки этих самых торговцев они поступают в таком блестященьком виде, совершенно свежепроизведенные, методами далекими от методов монетного двора. И чаще всего они лишь напоминают отдаленно оригинальные монеты, за которые выдаются. Такие предметы рассчитаны, конечно же, на неискушенных покупателей, может быть, даже и не коллекционеров, и не нумизматов, а просто случайных людей, которые, увидев, на первый взгляд, старинный предмет, во-первых, рубль Павла Первого, очень красивый, и, конечно же, бросающийся в глаза, захочет такой предмет купить. Сейчас быстро доступен интернет, очень многие, буквально взглянув на несколько сайтов, видят, что им из пригоршней показывают настоящее сокровище, как у того самого скружима Агдака в глазах загораются нолики, цифрики, горят звездочки, уже мысли о том, за сколько можно данный предмет продать, и люди совершают необдуманные поступки, необдуманное приобретение заведомо поддельного предмета. Поэтому, конечно же, прошу вас, если вы еще недостаточно разбираетесь в монетах, не делать покупки случайно, спонтанно, особенно предметов, которые сходу не можете определить по подлинности. Второй вариант подделки, в данном случае представлено 50 копеек 1909 года, рассчитан уже немножечко на другой тип коллекционера, начинающего, но уже немножечко разбирающегося в монетах, понимающего, что 50 копеек 1909 года монета редкая, дорогая, а когда она еще и представлена в очень неплохом виде, с высоким рельефом, красивыми деталями, в блеске, при проверке видно, что монеты исполнены в серебре, конечно же, возникает мысль срочно брать, пока недорого, и бежать, особенно, если рядом могут быть другие покупатели, если такая сделка происходит где-то в магазине, на рынке, на блошином рынке, выставке, ярмарке, уж не знаю, где такой предмет еще можно увидеть. Но выдает этот предмет, конечно же, неправильно совершенно исполненный гурт, как раз рассчитан на человека, который не особо разбирается и сходу не заметит отличия подделки от оригинальной монеты. Но, конечно, опасность такого предмета уже значительная, так как приобретающий понимает потенциальную ценность такого подлинного предмета и готов заплатить, к сожалению, за подделку достаточно серьезную сумму. Третий вариант, представленный здесь, это уже как раз то, что на жаргоне называют тумизматы фуфел или фуфельные монеты. Монета для обмана коллекционеров, исполненная в высоком качестве, очень похожая на такую же оригинальную монету, практически даже неотличимую от нее, без специальных знаний, без навыков, исполненную, естественно, в соответствующем металле, иногда даже и в оригинальном металле, то есть для производства такого предмета использованы переплавленные оригинальные монеты, создающие и по возможным проверкам металла представление о возможной подлинности предмета. Очень много подделывают памятные, ну или как это называют, юбилейные, скажем, донативные монеты, как в данном случае представлены рубль в честь памятника Николаю Первому на коне в Петербурге, ну а среди нумизматов такая монета иногда носит простое название конь или рубль с конем. Монета популярная, монета недешевая, стоит оригинальная монета в хорошем качестве, этого типа, от 50 до 150 тысяч рублей и больше, подделку продают обычно близко к половине от цены монеты примерно в соответствующем состоянии, но иногда даже и гораздо дороже. Опять же, будьте внимательны и если у вас недостаточно знания или опыта приобретения таких монет, вам не с чем сравнить, ну хотя бы пригласите знакомого, который достаточно разбирается в этой теме, а еще лучше обратитесь к специалисту. В конце концов, всегда можно проконсультироваться и предварительно показать монету эксперту, даже если вы находитесь в другом городе, способы для этого в настоящее время есть самые разнообразные. Ну и конечно же, не стесняйтесь обращаться к специалистам и участникам канала Заметки Нумизмата. Мы всегда постараемся вам помочь, подсказать и избавить вас от возможных неправильных приобретений. Удачи вам! Обращайтесь, смотрите канал Заметки Нумизмата. Заметки Нумизмата 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 Продолжение следует...